Добрый вечер! В эфире программа Симус. Сегодня у нас в гостях член соизохудожников Казахстана, архитектор-дизайнер Ярослав Антонюк. В 21 веке дом художника внешне мало изменился. В этой мастерской кипит работа. Ее нынешний хозяин, сын Михаила Яковлевича Антонюка Ярослав, окончив Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию, вернулся домой. Кстати, Михаил Антонюк является одним из основателей Союза художников Целинограда. В течение 14 лет он возглавлял данную организацию, несмотря на то, что его творчество не все тогда принимали. Михаил Яковлевич работал как художник широкой темы, палитры, больших обобщений. Отсюда и его живопись была, которая созвучна сейчас. И можно сказать, что она относилась тогда, как его обзывали тогда, модернистским искусством. Здесь мы узнали, что художники и скульпторы столицы работают над крупными республиканскими и международными проектами. Так, творческая группа под руководством Ярослава Антонюка занималась созданием визит-центра и реконструкцией музея природы в Аксужеобаглинском заповеднике. Это один из первых опытов создания подобных центров в Казахстане и странах СНГ. Особый интерес вызывает и проект Дворца культуры, специально разработанный для Костанайской области. По замыслу художников здесь будут работать кружки, когда-то успешно действовавшие при домах пионеров и школьников, спортивные секции и языковые курсы. Над данным проектом работали год почти, почти год. Думали, как, что. Допустим, тут и освещение, думали, солнечные батареи и все. И удобно, чтобы было людям отдыхать. Самое главное – это доступ для молодежи, конечно. Союз художников объединил более 90 мастеров кисти разных поколений, чьи работы стали гордостью национальной художественной сокровищницы. Добрый вечер, Ярослав. Добрый вечер. Насколько мне известно, Ваш отец был одним из основателей Союза художников Целинограда. Руководил данной организацией целых 14 лет. Даже если его творчество тогда не все принимали, не все понимали. Скажите, пожалуйста, каким был Михаил Антонюк? В 1956 году он поступает в институт Львовский декоративно-прикладного искусства. Успешно его заканчивает. И по распределению у него была путевка в Киев. Он должен был ехать туда. С ребятами с ВУЗа, это Юрий Петрович Буштрук и Василий Иванович Товтин. Было таких три хороших товарища. Они решили ехать на Целину. В то время это было очень вдохновенно, актуально. И по комсомольской путевке они попали тогда еще в Акмолинск. И с этого, как начинается его творческий отчет, тут были очень интересные. Приехали художники с Ленинграда, с Москвы, с Алматы. То есть был такой симбиоз творчества разнопланового. То есть каждый принес что-то свое. И получился такой интересный костяк. И в дальнейшем это отразилось на всем творчестве в городе. И отец, конечно, да, он посвятил себя полностью в своей работе. Он еще помимо того, что был 14 лет директором, он еще был в правлении художников Советского Союза, тогда еще в религиозных комиссиях. То есть он общественную деятельность и творческую полностью был этим поглощен. Насколько нам известно, он был очень талантливым педагогом. Самым, наверное, самым лучшим похвалой для его ученика было приглашение в его мастерскую. Каким был учителем для вас? Потому что, наверное, его творчество все-таки повлияло на то, что вы стали сегодня художником. Ну да, конечно, я помню, когда я в три годика еще уже рисовал домик. Это первая работа. Потом у меня были темы природы. А как учитель, да, вы правильно сказали, что он очень был... Нет, даже не строгий. Он наоборот все позволял. То есть вот как, видимо, ребенку дают поиграться. То есть он делает все, рисует там. И поэтому вот эта свобода, с одной стороны, была какая-то, может быть, слишком, так сказать, развязанная. А с другой стороны, я понимал, что когда маленький человек растет, он должен все пробовать, рисовать мелками, акварелью. А, конечно, уже в более взрелом возрасте он уже более давал такие рекомендации. И к нему приходили ученики. Он очень поощрял и помогал художественным школам города. То есть какие-то проблемы были с материалами художественными. Пожалуйста, то есть Союз Художников всегда им, любой материал им мог помочь. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день достаточно ли у нас хороших учителей, которые готовят, скажем, следующее поколение молодых художников? Это редкий дар быть учителем. То есть не каждый это может. Это нужно какие-то себе воспитать такие качества, чтобы передавать другому поколению. Поэтому, ну, я могу только вспоминать своих учителей. И вот это были действительно в институте у нас училия, которые себя посвятили. Они посвятили именно свою жизнь ученикам. Наверное, может быть, у нас тоже сейчас есть. Я, может быть, его просто пока не встречал. Ну, в Сельхозинституте я знаю несколько таких училий, которые отдают тоже себя творчеству. И ученики очень благодарны им. Но это очень редкий дар быть учителем. А у вас в планах нет будущего воспитать своих последователей? Возможно. Ну, пока сейчас я об этом не задумывался. Но почему бы нет? Хотелось бы, чтобы вообще творчество у нас в городе, вообще в республике, оно как-то на какую-то новую ступень вышло. Чтобы чем больше образованных и культурных людей, там столько блага будет для страны. Вы руководили группой, которая занималась реконструкцией музея природы. Также под вашим руководством был создан первый визит-центр в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это был Аксу Жабылинский государственный природный заповедник. До сих пор у меня такие остались очень светлые воспоминания. То, что это было уникальное место, уникальная природа, ландшафты. И там мы создали таким вот творческим энтузиазмом. У нас и у нас такой сложился коллектив, который со мной поехал. Это очень далеко, тысяча километров от города. Отдаленный аул. То есть надо было жить месяцами там. То есть это не каждый может себе позволить. А художникам тоже иногда привыкает к таким условиям благоприятным. То есть надо было быть таким... Авантюристом. Авантюристом. И очень сильно любить то, что ты делаешь. Самое главное. Вот я очень рад, что со мной были такие люди. Вот Камиха Саныч Хайбуллин, Виктор Кель, Валерий Крымов. Вот. Очень благодарен за это, что они меня поддержали. Были такие люди, что был такой проект, который задумывался над тем, что нужно показывать людям, что у нас есть главное в Казахстане. У нас основное богатство – это наша природа. То есть это бесценный дар, который мы должны беречь, прямо охранять, лелеять и показывать то, чем должен гордиться страна. Это, я считаю, основная мысль такая – максимально показать нашу природу. И вам это удалось? Ну, я считаю, да, удалось. Потом после этого мы сделали интересный визит центр в Кургоджинском заповеднике. Там он тоже получился на высшем уровне. Приезжали из Москвы, из Великобритании. То есть было оценено на высшем уровне. И вот последняя работа, два года назад мы закончили на Рзунский государственный заповедник, это в Кустанайской области. Там, конечно, получилось еще лучше. Я не могу себя хвалить, но это люди, которые приезжали туда, и они сильно удивлялись, как можно в отдаленном месте, в ауле сделать такую красоту. И там именно получилось то, что мы хотели. То есть из маленького здания превратить в такой оазис артектурный, если так можно сказать. А в данное время над чем вы работаете? Сейчас я делаю там несколько таких проектов, они пока в стадии работы. Иногда мы делаем просто такие, как отдых от такой общей работы. Просто хочется взять кисть, акварель. И я часто беру это, и мне очень нравится рисовать акварелью. Делаю из рисовки нашей природы. Очень люблю Алматинские горы. Там есть такие великолепные места, на Кокжеля. Вот мне очень нравится это. Я там рисую. Вы с собой принесли кое-какие работы? Да, это работы моего отца. Как раз я хотел сказать, что когда он приехал в 61-м году, это было время косполета первого человека в космос Юрия Гагарина. Его тема была очень так переплетена, космос, целена. Вот такая вот интересная была работа. Да, такая насыщенная. Насыщенная, да, и переплетение колосьев, космические дали. То есть человек выходит в неизвестность, и что его там ждет. И он интересно показывал, что космос это, видите, не такая бездна какая-то, черная. А это цвет, и там и звезды, скопления, какие-то молнии. Вот тема, такая эпопея, когда добывается хлеб. Благодаря ему мы сейчас вот кушаем хлеб. Это вот тоже целинная космическая тема. Юрий Гагарин называется «Над планетой целина». Он очень любил писать национальные работы. Это вот интересная такая его была работа «До Стархан». Она сейчас где-то в музее, в одном из музеев. Вот видите, такая очень колористическая, цветовая, яркие цвета. То есть то, что вот фрелепсийные орнаменты, то, что очень привлекает и дает такое. Ярослав, скажите, пожалуйста, вот как художник чувствует себя, когда его не понимают, и когда его творчество не принимают? Ну, тут, наверное, каждый по-своему. Потому что у каждого, наверное, свой взгляд на эти вещи. Вообще художник – это сложная профессия, хотя со стороны, может, кажется, это легко. Конечно, хотелось бы, чтобы принимали. Потому что таких людей, скажем так, мало. Настоящих художников имеется в виду. А искусство – это вещь такая, она вне времени. И хочется, чтобы это понимали люди, которые, скажем так, всемогущие. От этого следует, что вы против критиков? Нет, наоборот, нужна критика. Вообще художнику нужна критика. Но эта критика должна быть очень профессиональной и конструктивной. Тогда получается, что человек, услышав критику, он хочет ему сделать еще лучше. Он понимает это. Хотя, наверное, не каждый художник может понять. Да, он может обидеться. Есть же пословица – художника может обидеть каждый. Но тут нужно понимать художника и делать какие-то выводы. Но до этого надо дойти, конечно. Ярослав, напоследок хотелось бы спросить, какие качества нужно в себе воспитывать, а может быть, вырабатывать, чтобы стать довольно-таки востребованным художником и неплохим, скажем так, архитектором, дизайнером? Ну, качество. Прежде всего, конечно, нужно воспитывать дисциплину внутреннюю. Конечно, самое главное, наверное, нужно любить то, что ты делаешь. Потому что без любви к профессии, без любви к предмету, что ты хочешь показать, человек, как зритель, или кто это будет смотреть, он будет это чувствовать, что это сделано, ну, скажем так, не так, как положено. Не с душой. Не с душой, да. Естественно, талант. Талант, он нужен во всем. Ну, талантливые тоже, они редко приходят в мир. Такие прям гении-гении. А вот это стремление к творчеству, к... Вот это такая внутренняя потребность, что-то создать такое, которое бы понравилось не только тебе, а те, кто будет смотреть на это. Это очень важно. Быть самокритичным к себе, оценивать постоянно себе каждое, что ты делаешь. Конечно, хорошо, когда рядом есть коллеги, которые тебе подскажут. Это очень великолепно. Которым ты можешь прислушаться. Да, которым можешь прислушаться. Но это очень редко бывает. Изучать книги, смотреть работы великих мастеров, возрождение, классику. Слушать музыку великолепную, то есть такую, которая вдохновляла бы на творчество. С этого симбиоза, наверное, всё складывается. А в итоге получается именно искусство, которое нужно людям. Именно в наше время это нужно очень. Ярослав, огромное вам спасибо за столь увлекательную беседу. Спасибо, вы сегодня нашли время, посетили нас. Желаем вам творческих успехов и прекрасных работ, которые радуют не только нас, казахстанцев, но и весь мир. Благодарю вас, мир. Телезрителям же я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был член Зоюза художников Казахстана, архитектор-дизайнер Ярослав Антонюк. Смотрите выпуски нашей программы на сайте bmtv.kz. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!